Как безопасно перейти проезжую часть, что означают сигналы светофора, как правильно ездить в автомобиле. Об этом и многом другом ребятам из детского сада номер 11 напомнили воспитатели совместно с инспектором по пропаганде безопасного дорожного движения. Сегодня в детском садике номер 11 провели мероприятие по правилам дорожного движения, дорожная азбука. Целью данного мероприятия является профилактика по детскому и дорожно-транспортному травматизму. Также данное мероприятие проводится в рамках профилактического мероприятия «Внимание, дети!», чтобы перед началом учебного года все дети и родители, водители соблюдали правила дорожного движения. Мероприятие проходило в развлекательной игровой форме. Участвуя в конкурсах, дети продемонстрировали свои знания правил дорожного движения. Например, о назначении светофора, дорожных знаков, правил перехода улиц, поездки на автомобиле и многое другое. Как отметили педагоги, встреча была очень полезной, интересной и прошла на позитивном эмоциональном фоне. Остались довольны все – и дети, и инспекторы, и педагоги детского сада. Сегодня мы были на утреннике дорожных знаков. Мы узнали, что если не соблюдать правила, можно везутся в аварию. Мы узнали, что на красный свет нельзя приходить, и к нам пришел светофор с болотиной. Такие профилактические мероприятия воспитатели стараются проводить как можно чаще. Ведь для юных пешеходов необходимо всегда напоминать о правилах дорожного движения и последствиях их нарушений. Для этого в 11 детском саду существуют все условия – специально оборудованные помещения, кабинеты и холлы для работы с детьми. В нашем детском саду постоянно проводятся различные мероприятия по ознакомлению детей с правилами дорожного движения. К нам приходят инспектора ГИБДД. В каждой группе имеются настольные игры, специальное оборудование, уголки по правилам дорожного движения. Я хочу призвать родителей, чтобы эти правила дорожного движения совместно с детьми они выполняли. И тогда все наши детки будут живы, здоровы, и ничего с ними не случится. Обучать ребят правильному поведению на дороге необходимо с детства, чтобы из сегодняшних малышей выросли грамотные и дисциплинированные участники дорожного движения. Лилия Ахметова, Анастасия Сафронова, Альберт Гарипов. Информационная программа «Ежедневник».